Жильцы этого многоквартирного дома в Липецке исправно вносят плату за капитальный ремонт, которого уже не ждут. Отчаялись. В квартирах, особенно на первом и втором этажах, стоит невыносимый запах. Он идет из подвала, который из-за старых труб затапливает канализацией. Я вообще туда не хожу, но там воды по колено. У меня в той комнате вот воня. Я сначала думаю, чем пахнет, не могу понять. Весь линолем вот ходит, видите какой? Мушки какие-то появились невозможные. Сточную воду откачивают с регулярностью в 2-3 месяца. Но кардинально проблему этим не решить. Переделывать нужно всю канализационную систему. А для этого требуется серьезный ремонт. Дома свыше 20 лет эксплуатации все требуют капитального ремонта. Если система у нас была без капремонта, то она действительно настолько изнушена, что она требует сегодня капремонта. Но мы и делаем поддерживающий ремонт. Таких домов на балансе только этой управляющей компании более 80. Последний капитальный ремонт проводился всего в одном из этих зданий 4 года назад. Вопрос в том, что они даже не совсем добросовестно подходят к вопросу ценовой политики. Так вот, например, уже по моему запросу данная управляющая компания была на 100 тысяч рублей оштрафована. Проблема заключается в том, что главная задача управляющих компаний – извлекать прибыль, а не заниматься общим имуществом квартирных домов. Сфера ЖКХ остается одной из главных болевых точек страны. Износ жилищно-коммунальных фондов в России достиг 60%, а в некоторых регионах перешагнул за 80%. В городах по всей стране, от Калининграда до Владивостока, многие семьи продолжают жить в аварийных домах и при этом платить по несколько тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. Георгий Крысенко, Алексей Кочнев, Красная линия.